Мои новые пернатые друзья. Начнём с того, что меня зовут Лёша, мне 12 лет, я хожу в школу, хорошо учусь, мне вообще нравится учиться, изучать что-то новое. И вот недавно я заболел. На улице было холодно, а я плохо оделся и простыл. Мама, естественно, оставила меня дома. А дома я очень не люблю сидеть, так как дома скучно, но выручали уроки. Мне очень нравилось их делать. И вот в один из таких домашних дней сделал я все уроки ещё днём. И мне стало так скучно, я не знал, что делать дальше. Уроки сделал, книги прочитал, поубирал в комнате, помог маме на кухне. Мы слепили пельмени, поели. А дальше я уже не мог придумать, чем мне заняться. Пришёл к маме и говорю, мама, мне скучно, что можно ещё сделать? Мама отвечает, спасибо, ты уже мне всё помог, мы уже всё с тобой сделали. Давай я тебе налью чая, и ты просто посмотришь в окошко, и будешь пить чай. Что? Просто в окошко? Но это же скучно, там серо, тучи, декабрь на улице, листьев на деревьях нет, ответил я. А ты просто посмотри внимательнее в окошко и увидишь много всего интересного, ответила улыбаясь мама. Ну ладно, попробую, сказал я. Мама приготовила вкусный малиновый чай, я сел возле окошка. Возле окошка у нас было специально оборудованное место для чтения с широким подоконником. Пью я чай, смотрю в окно и ничего, ну ничего не вижу интересного, скукота. Люди ходят в каких-то серо-чёрных одеждах, всё серое, на небе тучи, деревья без листиков, серые. Неинтересно, мрачно, скучно. Ну ладно, посмотрю ещё немного, пока есть чай, подумал я. И вот пью я чай, ни о чём не думаю, и вдруг замечаю на дереве голубя. Сидит он так одиноко, нахмурясь. Ему, наверное, холодно, подумал я. И почему он тут сидит? Почему не летит куда-то, где есть какая-то еда, где теплее? И мне его так стало жалко. Я вышел из комнаты и пошёл к маме. Мама, я хочу сделать кормушку, закричал я. Мама удивилась, а потом сказала, это очень хорошая идея, у нас как раз есть старые доски, возьми их. Я взял папины старые доски, отпилил их, сколько мне надо было, соединил их вместе гвоздями, и у меня получилась отличная большая кормушка. Хорошо, что у нас широкий подоконник, и я смог хорошо прицепить кормушку. Я опять прибежал к маме. Мама, а чем можно кормить голубей, воробьёв и остальных птичек, которые остаются зимовать у нас? Спросил я. Специальным кормом для птиц, а также любыми сырыми крупами, если нет корма, сказала мама. Я взял гречку, пшеничку, ячку и насыпал в кормушку. Сел опять возле окошка и ждал. И тут вдруг этот голубь прилетел к кормушке и начал кушать. Я очень обрадовался, что могу его покормить. Чуть позже прилетели еще и воробьи и тоже начали клевать крупу. Мне очень нравилось за ними наблюдать. Затем я позвал маму, и мы наблюдали за ними вместе. Ты большой молодец и умница, что помогаешь птицам зимой выжить. У тебя очень доброе сердце, сказала мама. На следующий день мама сходила в магазин и принесла специальный корм для птичек. Я очень обрадовался, насыпал его в кормушку и опять прилетели птички. Так птички привыкли ко мне, что я их кормлю и начали прилетать каждый день. Они уже знали, что я их буду кормить. Через пару дней я выздоровел и вернулся в школу, но я не забывал насыпать по утрам в кормушку корм. Я был очень рад моим новым пернатым друзьям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...